Всем привет, мои дорогие подписчики! Мы сегодня находимся в прекрасном городке Инмане, в очень классной, замечательной комьюнити, которая Golf Community. Сегодня со мной опять моя замечательная видеография Верочка. Привет! Всем привет! Как вы слышите, мой голос уже сел. Я немножко приболела, так что сегодня моим голосом будет Верочка. Хотела вам напомнить, я Виктория Аржиховская, реалтор Южной Каролины, и вы смотрите мой канал «Дома, обзоры и недвижимость». Homes by Victoria SC. И сегодня мы будем делать обзор вот этого шикарного, шикарного домика. Как вы видите, этот домик находится в тупике улицы. У него очень большой, обширный заезд. Много места для парковки. Цена этого дома – 949 900, почти миллион. Здесь, в этом доме, 4 спальни. Еще плюс бонус комната. 4 ванных комнаты. Гараж на 3 машины. Размер участка у нас здесь 0,57 акр. Земли. Площадь дома составляет 4148 квадратных фитов. H-way здесь только 350 долларов в год. И что же включает это прекрасное комьюнити? Во-первых, гольф. Сзади этого дома мы посмотрим вид на галф-корс номер 15. Это очень классно. Плюс здесь есть пруд. Вид на пруд. Еще здесь у нас есть клабхаус, теннисные корты, бассейн, уличные фонари и пруд. Слушай, ну это удивительно. За такую цену столько всего. Да. 350 долларов в год. Не в месяц, в год? Нет, в год. Вау. Посмотрим этот дом снаружи. Как мы видим, здесь облицовка у нас, прекрасный декоративный камень и кирпич. Так же самый кирпич. Весь дом в камне и в кирпиче. Не знаю, как подписчиков, меня ты уже заинтриговала. Да, очень красивый, массивный, такой прям тяжелый, не то, что тяжелый, но массивный. Чувствуется такой богатый, очень богатый дом. Ну что, пойдем смотреть? Пойдем, пойдем. При входе высокие потолки, прекрасный пол, паркет. И весь дом просто очень красиво оформлен. Первое впечатление вау. Очень вдохновляющее. Ну заходишь и понимаешь, дом за миллион. Дом за миллион, да. С правой стороны у нас получается столовая. Это формал дайнинг. Большая комната. Да, здесь стол сейчас уже стоит на, получается, 6 персон. Плюс еще есть добавные стульчики, которые можно придвинуть. 8 персон обязательно можно сесть. Вот. Потолок такой интересный. Потолок, да, как трехъярусный. Здесь такие прям crown molding во всем доме, по всему дому, во всех потолках. Плюс еще по стенкам такой baseboard. Панель. Да, wall base, еще панели такие красивые. И эти продавцы, у них вот вся furniture, вся их мебель такого тяжелого, массивного, с вырезкой такой стайл. Стиль очень красивый. К сожалению, мебель не идет в продажу. И знаешь, есть иногда, что продавцы готовы с какими-то своими вещами попрощаться и включить это в цену продажи. Но это уже, конечно, потом все договариваются при сделке. Окей. Да, но мы можем насладиться этой красотой. Мы можем насладиться, да. Ну, оно впечатляет. А вот этот вот камин, это настоящий камин. Здесь можно... Полить дрова. Полить дрова, да. И вот красота. Это редкость. Это редкость. Используют сейчас электрические каминки. С таким обрамлением. Таким. Да. Прям двойной можно там очень много... И еще один камин. Да, да, да. Да. Ну и телевизор поместится. И телевизор, да. И вот эти полочки, кабинеты. Оно такое удобно. Оно уже как бы в стенке, да. Built-in называется. Оно уже встроено в стену. Очень красиво будет смотреться, когда там будут стоять книги. Книги, да. Вот это как библиотека такая. Очень прекрасная. Комната очень большой размер. Сейчас здесь убрали все диваны, мягкую мебель. Только вставили несколько столиков здесь. Но комната очень большая. Плюс с этой стороны много окон, которые... И двери, чтобы выходить на задний дворик. И окна наверху. Очень хорошо делать в таком-то светлую тоже. Ну, из-за того, что там вот накрытие такое есть, здесь немножко не хватает цвета, как по мне. Плюс, мне кажется, вся вот мебель, она такого темного деревянного цвета, да. Она тоже немножко делает весь дом темнее. Так как она просто его... Мы же сказали, да, то, что дом 2010 года. 2010 года ему примерно 14 лет. Хорошо. Сохранился. Да. Будя по стенам, по полу. Хорошо. Пойдем на бэк-ярд или на кухню? Пойдем на бэк-ярд. Пойдем на бэк-ярд. Сегодня у нас прекрасная погода. Наконец-то. Да. Можно сказать, почти лето. Да. Здесь у нас такой красивый крытый дворик, двор с вентилятором, с подсветкой. Все опять оформлено в камне здесь, облицовка дома, камень. Колонны, очень красиво. И, конечно же, этот вид на пруд и вот на зеленую лужайку, там, где играет гольф. Здесь проезжает гольф-карт с машинки. Да, вот прям. Да, да. Ну, удивительно, 350 долларов, это очень дешево. Да, да, да. Я иногда снимала дома, где было H-OA 750 долларов. Ни бассейна, ничего. Да, это правда. Это зависит еще, конечно, цена. H-OA много что туда включает. Если комьюнити побольше, там больше домов, она иногда меньше. Если там все-таки 50 домов на всю улицу, оно должно делиться поровну на всех домовладельцев. Homeowners, домовладельцев из-за того, иногда цена дорогая. Ты можешь сказать, за что? Если там даже бассейна нет, ни за что. Понятно. Да. Ну, еще здесь заборик такой, который, оно не провисит, оно не дает тебе, не закрывает вилд, но ты себя чувствуешь, что ты у себя на бэк-ярде, на своем дворе. Ну, животные не будут никакие заходить. Ну, да, да. И посторонние мячики свои. Ну, и сидеть, и, да, тоже не будут убегать. Да. Так, хорошо. Пока что дом вызывает положительные эмоции, впечатления. Окей. Дальше мы пойдем в эту зону. Это у нас кухня и breakfast area. Кухня у нас, столешница из гранита, барная стойка здесь, приподнята. Эта кухня такая, материал очень добротный, настоящее дерево, оно очень крепкое. Я уже проверяла. Это редкость, когда вот не фанеры из шкафчика, а дерево резное. Оно, да, резное, и оно видно, что продумано было, как бы, может, даже специальный заказ, потому что в этом кабинете здесь стекло тоже. Здесь у нас такой классненький маленький холодильничек, это даже ice machine. Это для льда. Здесь у нас выдвижная система. Высокая мусорка, интересно. Классно, наклоняться не нужно. У нас две плитки получаются, микровейка и плита. И здесь плита даже двойная. Все такое добротное. Да. И чисто, в доме очень чисто. Еще с этой стороны хотела обратить внимание на вот эту газовую плиту здесь. У нас здесь есть pot filler. Это удобно, когда ты варишь компот, варишь борщ, суп. Чтобы тебе с кастрюли тяжелой не носиться. Ты просто включила. Мы сейчас не будем здесь демонстрировать. Кастрюльки нет, но ты включаешь. Может быть, она даже немножко высоковато. Но уже легче здесь поддержать, чем нести через всю кухню. В фартах у нас есть такой. О, вытяжки нету. Да, это вот это ты заметила. Может быть, она как-то здесь циркулирует. В кабинетах сейчас поищем. Здесь у нас облицовка такой плитка, камень, наверное. И хотела тебе еще показать, не знаю, незаметно. Но посмотри на вот эту систему. Я бы и не подумала. Да, это такая секретная система для всех специй. Вот такая вот классная продуманная система. Здесь кухня очень продуманная. Да, и хорошо, что плита отдельно. Все рабочие моменты какие-то можно. Готовки, нарезки, все делать здесь отдельно. Мыть посуду, машинки какие-то ставить. Кофемашинки или, не знаю, тосты. Кабинетов много хватает. Хотел проверить. Ну, они, знаешь, я не могу сказать, или они мягкие, но нет, есть, есть мягкая. Хорошо. Кухня отличная. Да. Стоит миллиона. Стоит миллиона, да. Еще плюс к этой кухне. Здесь у нас, где есть проход до нашей главной dining area или formal dining. Вот это вот еще стойка такая, может, это барская или coffee table. Здесь опять кабинеты наверху. Есть небольшой умывальник здесь. Здесь небольшая раковина здесь. А это не достается? Жаль. Да, да, да. Но зато вот эти вот, что открывается, оно почти всегда уже, ну, как бы, прикреплено, и ты не можешь его открыть. Так что здесь вот для всяких губочек очень-таки тоже хорошо. И с этой стороны у нас кладовка. Угу, вместительные. Отлично. Все есть. Кладовки, гардероба. Да. Дальше мы рассмотрим, так как мы уже, как сказать, в этом стороне дома комнаты, которые получаются детские и прачечная и бонус комната. Здесь у нас прачечная. Она в стиле... Я как помню, там еще были какие-то комнаты. Да, с другой стороны у нас главная комната или primary bedroom. Здесь у нас прачечная. Она в стиле как closet, двери открываются, но достаточно места войти, кабинеты. Здесь даже разделяется сушка и стирка машинки будет отдельно. И посерединке такой классный еще у нас раковина, еще кабинет. Здесь поставить все принадлежности. Которые удобно. Гараж у нас на три машины. Большой. Ой, там какая-то машина интересная, раритетная. Окошко тоже помогает свет, натуральный свет, освещение. Дальше? Дальше у нас еще много, так что пошли. Маленькие кладовочки. Мы так на минутку заглянем. Молотенце. Здесь у нас туалет, полный туалет. Все из гранита, столешницы. Как на кухне. Да, да. Здесь кабинеты все белые, светлые. Это хорошо. Единственное, что это уже, наверное, устаревший стиль, вот именно shower and tub combination, вот душевая кабинка и ванная вместе, но она как-то очень... Ну и все в хорошем состоянии. Оно очень хорошее состояние, да. Смотрю на стены, все покрашено, отлично. И вот это на кухне тоже сделали. Давай мы рассмотрим эти комнаты и потом уже пойдем в бонус комнаты. Здесь у нас две комнаты, комнаты эти, потолки высокие, опять здесь как трехъярусные они поднятые, Молдин вокруг, окна очень, можно сказать, от потолка до пола. Да, цвета много попадает. Здесь у нас такие широкие двери, широкие, знаете, это удобно. Да. Немножко кровать сейчас мешает, может быть здесь больше места для одной кровати, не для двоих, но... Ну, посередине там можно было поставить. Посередине, да. Гардеробная. Вот так вот, в холода редкость. А еще с видом на озеро. Да. Окей, гардеробная. И здесь еще одна комната. Здесь они используют как офис, но она, наверное, идентична к той комнате. Тут есть крючок, да, это комната. Большая гардеробная. Везде одинаковые потолки. Да. Так, идем на второй этап. Лестница с таким красивым баллистер здесь. Это у нас... Это зона у нас бонус комнаты, которая по размеру очень огромная. Здесь у нас... Вау! И, может быть, как мувитира, потому что здесь большой уже стоит телевизор, но опять... Футбольное поле. Да, да, да. Футбольное поле. Здесь у нас огромный бильярдный... Огромный бильярдный стол. Это я люблю. Это может быть и джим, это может быть и все, что ты хочешь. Вместе и кинотеатр, и бильярдная, и джим. Интертеймент рум или рекреэйшнл рум. Футбольное поле, где ты можешь развлекаться, отдыхать. Да. Очень большая. Но здесь они, да, использовали это, можно сказать, как мувитиры, потому что здесь везде даже есть система, чтобы была surround system. Но они совместили. Здесь можно диваны поставить, а там... Поигровали. Здесь у нас что-то интересное. Столько много дверей, что можно... А там еще двери. А там еще двери. Да, здесь видно просто выход, наверное, на чердак из нескольких дверей, потому что там маленький... Да, это выход на чердак получается. Иммунизацию. Угу. Ну и... Мы все посмотрим двери, мы все посмотрим. Ты хочешь, чтобы я туда... Да. Заглянула здесь, Christmas. Да. Да. А, то же самое. То же самое. Просто access с другой стороны, да. Вход с другой стороны. Светлость. Опа. Вот здесь так жарко. Ну да. Хорошее утепление дома. Так. Ну, хорошее помещение, чтобы хранить вот всякий став, ваши вещи, коробочки. Это всегда нужна такая комната. Здесь что-то закрыто. Они не хотят у нас. Да. Не хотят, чтобы там заглядывали. Оставим. Ну что ж, у нас осталось мастер-бедрум. Правильно? Но еще здесь бонус-комната имеет свой туалет. Так как здесь четыре полных туалета. Туалетные ванной комнаты. Четыре ванной комнаты. Много кабинетов. Санузел. И опять вот такая кабинка. Комбинейшн. Душевая и ванная вместе. Этот дом вот строили на заказ, мне кажется. Тогда. Здесь плитка на полу. Такая красивая каменная плитка. Угу. Все сочетается друг с другом. Все шкафчики, полешницы. И пойдем посмотрим нашу primary bedroom. Пойдем. Наша хозяйская. И очень хорошо, что primary bedroom или хозяйская комната находится на другой стороне. Этот план разделенный. Она отдельно. Даже здесь две комнаты. Вот. Это одна из комнат. Чтобы сидеть, думать. Да. Здесь удобно, что в этой комнате есть сразу вход в туалет, который гостевой плюс и относится к этой комнате. Здесь так интересно сделать. Два гардероба. Да. Угу. 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 туда все тоже в одном стиле ванна такая же или шкафчики они туалет и уже выйдем через эти двери еще одном из кладовочка это всегда приятно когда хватает место поставить постельные полотенца и вот наша главная хозяйская комната хорошего размера да опять высокие потолки очень красиво здесь вся кровать и вся фонечка мебель массивная огромная и места все равно хватает здесь много есть и реже где посидеть отдохнуть книжечку почитать здесь есть выход на задний двор если я не ошибаюсь это викторианский стиль но дом точно был сделан под заказ потому что такой он необычный но шикарный до другого слова найти здесь нас две гардеробных уже классная система с шоколадками с ящичками есть такая красиво большая плитка на полу огромный у нас январь того ранит много много ящичек вот эта вот система которая мне все таки нравится хотя при этом изобилии ящичка может быть не можно было уже здесь без нее я с тобой согласна найти зеркала большие они так красиво оформлены я просто я очень люблю ставить на такие столешнице цветы какие-то искусственные не искусственные ну какой-то декор на окно так мы забираем это место здесь у нас в ванная ванна джакузи имеет систему джакузи можно расслабиться приятно открываются да это наверное да я буду знать как у нас здесь классные окно уже система шаррис прикрытый отдельная комната санузел подожди да 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 и здесь красота здесь отдельная кабина душ чего себе заморочились над душевой размер хороший впечатляющий стекло такое несколько три даже как они называются на английском не знаю на русском забыла хорошо вот единственно что меня немножко смущает во всех ваннах все-таки я низенько мне без проблем но люди которые повыше высокие как бы очень высокие вот я не знала мне кажется что немножко хотелось бы чтобы было пространство выше еще выше да ну нормально значит а дом не для вас одни для баскетболиста метр восемьдесят я помещусь нормально но если вы два метра то уже не было извините так туалетом закрывающий и опять кабинет туалетом это вы даже в туалете молдинг эти матцы окошко на гольф поле вид 4 спальни плюс бонус комната огромная плюс 4 полных вальных комнаты здесь 4148 квадратных фитов этого впечатляющий большой area большая и цена девятьсот сорок девять пятьсот мы все показали мы все показали вам мне кажется там кому-то ли мы оттуда пришли мы оттуда пришли да это хозяйская комната да здесь много дверей можно немножко и потеряться на планировка интересная но она удобно мне нравится что сплит план что комнаты по одну сторону дома и разделяется по другую это дает много как бы провести когда вот хозяйский родительская комната отдельно от гостевых или от детской большое спасибо за ваши просмотры не забывайте ставить лайк подписываться на мой канал с вами была виктория и моя прекрасная видеограф верочка оставляйте ваши комментарии да напишите спасибо и до следующего видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok я